привет сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам хотелось бы похвалиться выделить чемпионов показать вам одну из лучших самок на сегодняшний день погода у нас как видите не знаю камера фиксирует сегодня весь день идет снег сейчас перешел плавно перешел снег с дождем холодно сейчас мы с вами отправимся канарейкам я вам покажу свою чемпионку на сегодняшний день у нее наилучшие показатели это самка самая лучшая из самых которые только есть у меня итак друзья мы на пути к чемпионке сейчас небольшой обзор сделаем здесь значит самка готовится нести яйцо готовится кладки будет правильно сказать сидит самцом уже второй день сегодня у нее но почему ее посадил так рано тоже не дождался конца марта обратите внимание она выщипала себе все перья вот там где виде под хвостом под крыльями живот общепала но я думал что то знаете если вдруг начнет нестись раньше времени в общем все поставил гнездо вон гнездышко там корм сделал тут у нее морковка с кальцием и зерна смесь пророщенное зерно через день соседствуют они у меня с репелом репел ждет не дождется себе невесты там верхущий гол так ни разу не запел здесь сегодня монтирую новую клетку под номером 8 еще жердочки не установил видите без жердочек здесь у меня детский сад вон они посмотрите спят малыши спят ну пускай спят так здесь самка на яйцах сидит раньше у меня это была выдающаяся самка помните да она дала три птенца и сейчас у нее по моему четырех четверых она кормит итак друзья кто смотрел раньше видео я спасал самку там видео было как спасти самку с помощью лампочки так вот смотрите не зря все таки я спасал эту самку не зря она так и живет около лампочки вот у нее лампочка горит круглые сутки днем и ночью на всякий пожарный потому что погода переменчивая то холодно то жарко то снова холодно вот сегодня весь день сыра пасмурно ветер снег и так смотрите у этой самки я конечно немножечко немножечко ожидал большего но покажу я думаю это уже в принципе достойно уважение самка но по крайней мере у меня это самое будет лучший показатель в этом году вот она освободила яйцо о друзья как раз то что я ожидал и сбылось значит сегодня утром я проверял здесь у нее было пять птенцов и одно яйцо не вылупилась я думал все таки пустое но накануне когда я ранее видео снимал я вам говорил что здесь будет очень 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 интересная программа вот сегодня вылупился еще не особо обсух и так что я хочу сказать здесь получается у этой самки которая во время кладки за малым я ее не потерял она почувствовала себя плохо спустилась на пол нахухлилась я начал ее быстренько под лампочку в общем хочу сказать вам хочу сказать вам что это самочка снесла 6 яиц из 6 яиц вылупилась 6 птенцов вот здесь друзья 6 птенцов специально тянул до сегодня до последнего дня потому что я думал что все-таки вылупиться 5 а тут реально 6 как посчитать вам даже не знаю ну вот смотрите вот один потом второй третий четвертый пятый вот 6 видали и теперь она их кормит вот они все накормлены но честно сказать первый день у него вылупилась 4 потом 5 и вот сегодня 6 вылупился я их первый день помогал кормить с утра покормил а потом в течение дня мониторил проверял и самка кормила в общем вот такой вот у меня успех первый раз 6 птенцов у одной самки но изначально 6 яиц все ее все ее родные настоящие сейчас я вам покажу самца расскажу чем я кормил и как я пришел к такому результату сейчас мы давайте птенцов на место поставим так вот птенцов ставим на место по поводу корма видите самочка сразу прыгнула туда пускай сидит так по поводу корма ребята вот пожалуйста корм морковка яйцо ну просто не в перемешку а вот яйцо помял немножко и рядом положил на блюдце морковку морковку присыпал сейчас покажу такая присыпка есть вот видите значит в таком ведерке я храню очень удобно тут больше было тоже остатки догадались значит здесь ракушка обыкновенная морская ракушка мелкая и куриное яйцо шкарлупа куриного яйца все это перебито на миксере вот до такого состояния и потом просто посыпаю видно вам хорошо ну тут как бы мука чуть крупней ну преимущественно мука как бы так даже меньше чем сахара получились такие крупицы в общем вот таким вот я присыпаю морковку можно через день присыпать можно каждый день но в одно кормление не каждое кормление то есть утром если кормите присыпали и все следующее утро снова присыпали кормежку допустим если вы в обед дадите свежая свежую там морковку или яйцо вы можете уже не присыпать а только допустим там раз в день присыпать такой условной присыпкой можно пользоваться независимо от того стоит у вас кальцевая это минеральная добавка или нет у вас ну я имею в клеточке есть у канарейки минералка или нету кто-то панцирь каракатицы вешает тоже неплохая штука но эту присыпку можно как отдельно делать канарейка кушает и помогает это все улучшает и пищеварение улучшает и обмен веществ улучшается ну и как раз птенцам сейчас необходимо большое количество кальция перед вами самец благодаря которому получились все яйца оподотворенные вот он самец чубат его желтый сейчас он сидит с другой самкой тут немножко темно в этой клетке но надо же ему внимание уделить как-никак без него яйца не осветились только с ним такой обыкновенный я имею иду по размеру не хромой не косой обычный обыкновенный самец оподотворил 6 яиц и не просто оподотворил а сделал жизнеспособное потомство потому что бывает яйца оподотворенные а птенчики перед тем как вылупиться бывают замирают яички или даже бывают такие случаи что проколоп пробил изнутри птенчик яичка а выбраться выбраться на на улицу не смог то есть был ослабленный это все зависит от питания птицы перед разведением итак перейдем сейчас поговорим немножечко о питании и так несколько слов о кормлении птиц канареек частности перед разведением это можно назвать и подготовка птиц к разведению но я так не сказал это просто кормление птиц перед разведением немаловажно влияние на оподотворяемость и на количество яиц вкладки влияет семечки и пророщенная пшеница раньше я делал отдельно семечки отдельно пророщенную пшеницу ну путем экспериментов пришел к тому что можно делать одновременно и семечки они еще виден пшеница вот только-только начинает простать вот некоторые семечки то есть к завтрашнему утру птица на завтрак получится такое вот пророщенное зерно семечки и пшеница сейчас попозже объясню на что влияет пшеница на что семечки затем морковка обратите внимание морковка должна быть хорошо развита вот такую морковку вот такую морковку нежелательно давать она видите вялая кривая но то есть такую морковку будете давать то таких и птенцов будете получать сэкономите вот и будет вам в общем хорошую морковку которая полноценная и пророщенное зерно в степени но тут еще я не знаю вон видите тут еще видно рапс то здесь у меня три ингредиента рапс канареечное семя и пшеница не знаю камера видит рапс вот он круглый вот он рапс значит так пшеница отвечает за то чтобы самец оплодотворил яйца это отвечает пшеница семечки отвечает за фертильность самки фертильность самки это значит чтоб самка была в хорошем состоянии по простому говоря в охоте была и у нее заложилось как можно больше яиц за это отвечает семечки куриное яйцо там перед размножения можете тоже давать но я вам за куриное яйцо ничего не говорю куриное яйцо я советую давать когда у вас появятся птенцы тогда вы будете давать есть яйцо и утром в обед ну чтоб съедали много а до кладки перед тем как птица готовится я бы но я вот так даю вот это вот это еще есть у меня специальная каша я все никак не соберусь вам показать состав ну вернее я уже написал там спонсоры почитали посмотрели уже ребята в курсе как готовить специальную кашу именно для подготовки самок чтобы если есть там они слабые самки то есть специальная каша попозже я думаю видео сниму в общем вот так семечки с пшеницей с рапсом все это прорастили но это не значит что сейчас вы все должны бежать быстренько промачивать это замачивать семечки замачивать и проращивать нужно правильно во первых не передерживайте в воде чтобы они у вас не закисали и всегда перед тем как кстати перед тем как дать пророщенное зерно птицы вы должны обязательно все это дело промыть там в сите или вот сюда воды наливайте все это полоскать чтоб чистая вода сходила потом все это понюхали чтобы не было за кислого запаха чтобы ну чтобы это было все свежее будет кислый запах или затхлый запах плесень если будет такое давать нельзя птица может отравиться и сыграть в ящик так что будьте внимательны и осторожны морковь когда натираете можно сдобрить ее рыбьим жиром или витамины а д а д 3 е а д 3 е вот так там три витамина витамин а витамин d3 и витамин е вместе читается а д 3 е тоже на масляной основе чтоб морковь лучше усваивалась в общем по питанию так основной я вам рассказал сейчас мы видим как отец герой у которого вылупилась 4 птенца кушает морковку присыпанную кальцием или минеральным минералкой назовем тогда все его отпугнула моя камера посмотрим как он как он здесь себя покажет вот второй день сидит непонятно что там будет но я надеюсь покажет себя хорошо обратите внимание вот тут у меня детский сад находится условный и освещение им немножко не попадает сегодня пасмурно и у них клетки прям так темновато и они прям все уснули видите головы под крыло уснули яйцо у них недоеденная морковка недоеденная в общем вот так вот развиваются события потихонечку помаленечку приходим к положительным результатам ну не знаю что влияет то ли кормление влияет то ли весна пришла потому что сегодня у нас уже средина марта но солнечных дней особо еще немного что хотелось сказать по этому поводу вот мои первые шаги в этом году которые были посвящены разведению канареек в январе и феврале помните там был один птенец потом он был под кидышом в другой семью так он как-то хуже 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 и отошел почему отошел непонятно а вот уже крайне и пожалуйста здесь здесь вылупилась 4 птенца там вылупилась 6 птенцов здесь сидит снова накладки кстати здесь сейчас посмотрим сколько яиц а то мне особо и некогда было посмотреть просвечивать конечно не будем потому что это все опасно неудобно вот здесь 5 яиц по мне так неплохой результат так что ребята подведем итог сегодняшнего выпуска основы успеха хороших результатов я считаю это все таки должны быть изначально должны быть родители хорошие самец самка допустим выбирайте хорошую хотя бы визуально смотрите чтоб она была статная самочка была статная перушка была гладкая не рыхлая перо не хухлилость не вялая самка должна быть ну и самец естественно так же то есть вы выбираете сначала визуально самца и самку затем вы затем вы начинаете правильным образом их кормить пророщенное овощи яблоки тоже можно свеклы немножко можно тыквы ну у кого что есть но старайтесь такое чтобы это было без без удобрения без химии вот это зерносмесь чайная ложка идет на пару зерносмесь обыкновенная здесь просто рапс канареечное семя лен овес немножко и перед размножением я семечки коноплю убрал а сейчас птенцов кормят добавил немножко семечек подсолнуха ну вот получается так что главное чтобы родители были хорошие плюс кормление более-менее витаминное чтобы это были пророщенные обязательно и будут у вас тоже птенцы пожалуйста пробуйте пишите свои отзывы пишите свои опыты ошибки победы так еще итог такой вот разведение которое у меня было в феврале в январе там я давал мало пророщенных возможно из-за этого там как-то с птенцами не ладилось а здесь вот так вроде все нормально самка он прям засыпает на яйца так чемпионка наша греет своих птенцов будем потихоньку наблюдать за ней как она себя покажет но пока она одна шестерых на сегодняшний день кормит я бы сказал нормально что будет дальше посмотрим потому что птенцы будут становиться старше потребность в корме будет становиться больше как она будет справляться посмотрим возможно придется ей помогать но будем надеяться что она справится сама главное обеспечить ее хорошим калорийным питанием я думаю она сама справится на этом сегодняшнее видео подходит концу всего вам хорошего подписывайтесь на канал до скорой встречи продолжение следует